Александра Кушнаренко уже много лет занимается туристическим многоборьем, поэтому на областном слете она не впервые. Ее команда приехала из Миндекаринского района. Больше всего юную спортсменку привлекает атмосфера таких сборов. Здесь она отдыхает душой и телом, признается девочка. Однако о духе соперничества никто не забывает. Мы занимаемся вообще очень-очень давно, и поэтому не сильно волнуюсь. Есть, конечно, волнение перед каким-то ответственным заданием. Там еще плюс задание, которое надо было готовить хорошо, учить, практиковать. Надеюсь, займем хорошее место. Слет юных туристов проходит в Кустанайской области каждый год. В этот раз в нем участвуют шесть команд. В условиях дикой природы подростки живут и соревнуются несколько дней. В это время дети должны заботиться о себе сами. Спортивный туризм, в туристическом многоборье у нас проходит, в принципе, мероприятие у нас расписан на круглый год, разные мероприятия. И данные мероприятия тоже у нас традиционные. Мы всегда ее проводили ежегодно вообще в Атанцинском районе. В этом году хотели немножко сменить обстановку, поменять геолокацию и проводим в данной местности, недалеко от поселка Альжанок. Дети, занимаясь таким видом спорта, как туристическом многоборье, спортивный туризм, дети, наверное, больше всего закаляются, дисциплинируются, как-то ставятся самостоятельно. День у ребят начинается в 7 утра с завтрака, после чего они постепенно начинают заступать на дистанцию. Но сложные полосы препятствий начинаются после обеда, так как к этому времени спадает жара. Сегодня команды соревновались в завязывании узлов и расшифровке топографических знаков на скорость. Мы отталкиваемся от правил Республик Казахстан по спортивному туризму, где есть за какие-либо нарушения налагаются штрафы. За маленькие нарушения дается 1 балл, за более грубые нарушения дается 3, 6, 10 баллов до снятия команды именно с этапа. А бывает, что команда снимается полностью с дистанции. Оцениваем ребят по критериям скорости, физических качеств и времени. Туристическое многоборье – довольно сложный вид спорта, где, как и везде, без травм не обходится. На этот случай возле палаточного городка всегда есть бригады спасателей и медработников. Сами же ребята признаются, что в течение дня бывает всякое, но собравшись за костром вечером, все обиды, боли и недопонимания забываются. Именно за атмосферу тепла и сплоченности они и любят этот вид спорта. Валерий Тощев, Алина Альмишева, РТН